Приветствую всех, кто меня сейчас смотрит. С вами снова канал Мира Василия Клочкова. И в данном видео я хочу представить вам свою новую графическую работу под названием DumaKey. Размер работы составляет 24,5 на 37 сантиметров. Выполнена она дроу-лайнером. Работа относится к серии эстетика, серии бесконечности. Суть этой серии заключается в том, что я решил, опираясь в том числе на высказывания Федора Михайловича Достоевского о том, что красота спасет мир, представить, что эстетика, если ее саму идею красоты и эстетики, если ее разработать до такой степени, она может подняться до уровня высшего антологического, а потом уже метафизического уровня, то есть уровня необусловленного. И эстетика в этом случае будет играть такой высший смысл, создавать новые смыслы. Красота как абсолютный смысл, эстетика как абсолютный смысл, порождающая все остальное. Но более подробно об этой идее сказано в одном из моих роликов, ссылка на который будет под этим видео. Теперь касательно самой работы. Почему я назвал ее DumaKey? Ну, когда я что-то рисую, я иногда там включаю какие-нибудь аудиокниги. То есть не всегда, но периодически. И когда рисовал эту работу, я слушал аудиокнигу Стивена Кинга, его книга, роман под названием DumaKey. Ну, кто читал Стивена Кинга, конечно же, в курсе. Кто не в курсе, напомню, что... точнее, немного расскажу кратко. DumaKey это... в DumaKey рассказывается о таком владельце крупной строительной компании, который попал в серьезную автокатастрофу, стал коллегой, потерял руку, получил травму мозга, другие травмы. И после этого решил начать новую жизнь. У него перестали складываться отношения с женой, он развелся и уехал на остров под названием DumaKey. Как раз где в штате Флорида, там есть такой, как типа Неопеникс, но такая тонкая полоска островов, название которых оканчивается на Ки, там Ларгаки и так далее. DumaKey, конечно, нет такого острова, но вот суть в том, что где-то там он находился по книге. И на этом острове он снимает себе дом под названием «Розовая громада». И в этом доме останавливался, если верить в книге, да, все в мире книги, Кит Харринг, художник, даже Слевадор Дали там останавливался, не раз вспоминается в этой книге. И, как говорится, сам Бог велел, этот, значит, человек, зовут его Эдгар, он открывает в себя талант художника и начинает писать картины, вот этой единственной своей рукой. И поначалу работы, кстати, выходят очень хорошие. И постепенно, постепенно они начинают влиять на нашу реальность, на окружающую реальность, действительность. То есть реальность картины выходит в реальность человеческую. И таким образом он там как-то по определенным способам даже меняет жизнь некоторых людей. То есть я не буду волеоподробно рассказывать, кому интересно, тот прочитает. Но в итоге выясняется, что, значит, его талант, он подпитывается некими демоническими силами, которые обитают там в округе этого острова. Там целая интересная завязывается история. Заканчивается все скорее хорошо, чем плохо. Но у Стивена Кинга редко все хорошо заканчивается. Либо и хорошо, или плохо, либо плохо. Ну, я не буду дальше, что называется, спойлерить. Кому интересно, пусть сам прочитает. И таким образом, когда я рисовал непосредственно свою работу, я, так сказать, решил под влиянием некоторым, ну, немного погруженной, скажем, в атмосферу вот этой книги, этого острова, песка, шумоприбоя, назвать эту работу дюмаки. И даже сама графика, эстетика, она вот внутренне для меня ассоциируется с каким-то вот узором, узором на дне моря, там, каким-то морскими формами, отдаленно, конечно, напоминающими. Но, тем не менее, по ощущениям, по настроению для меня. И также я, создавая эту графику, изучал эстетику татуировки. Вот сама эстетика татуировки меня тоже в последнее время интересует. Я, конечно, немножко осторожно отношусь, потому что, все-таки, это такая ближе к поп, но это именно, все-таки, часть такого декора, оформления, поэтому я использую, изучаю эти сферы, скажем так, искусства, даже дизайна такого. И также я периодически смотрел вот арабскую каллиграфию. Тоже такой интересный момент. И в итоге появилась такая работа, чем-то напоминающая еще и... То есть ее можно еще использовать, как и татуировку. Собственно говоря, на этом все. Хочу всем пожелать удачи, хорошего настроения и до скорых встреч. Пока.